Друзья, всем привет! Вы на канале Алексей Белухин. И сегодня, как обещал когда-то, хочу рассказать о своей камере GoPro 7 Black. Снимаю ей примерно год. Ну и сегодня я расскажу как бы о плюсах-минусах, моментах каких-то ее эксплуатации и аксессуарах, полезных которых использую для съемки. Ну давайте сразу впечатление какое-то скажу. Какие там первые впечатления? То есть прошел год, снимал очень много. Очень много снимал зимой и морозы до 30 градусов. Летом снимал в жару, да, больше это лето было очень жаркое. То есть была жара больше 30, 35 даже было. То есть условия достаточно разные, да, и в дождь, и под водой снимал. То есть было очень много. И как бы сразу скажу, не жалею нисколечко, что выбрал именно GoPro. Да, испытать, сравнить имеется бы пока особо не с чем, но как бы я думаю, мой выбор был очень правильный. И все, ребят. Поэтому сейчас как бы саму камеру показывать больше не буду. Все, наверное, ее там знают, видели. Единственное, скажу, что вот на самой камере я как бы сделал. То есть я наклеил единственное каленое стекло вот сюда. И все. То есть сюда не стал, потому что все-таки туда объектив не захотел. Хотя купил, да, на Алиэкспресс опять же. То есть каленые стекла вперед и назад там в комплекте шло. Но наклеил только сюда. Все, и как бы монитор работает. Все, без вопросов. Какой очень большой плюс у GoPro для меня? То есть это голосовое управление. GoPro, снимай видео. GoPro, стоп видео. GoPro, выключись. GoPro, включись. Все, ребят. Вот этот момент GoPro, включись, один из самых важных. Смотрел обзорчик на 10-ю GoPro. Вот она управляется голосом, но не включается. Для меня это очень принципиальный момент. То есть если не будет этого на камере, то есть включение именно. GoPro, выключись. Включение, да, именно камеры. Голосом. То, как бы, извините. То есть когда зимой, да, руки заняты удочкой. То есть ты ждешь эту поклевку, допустим. Да, или там все время снимаешь там. Тебе или это, все время что же не будешь. Мороз сильный, да. То есть ты ждешь эту поклевку. И видишь, что, допустим, выхолод и рыба идет. И очко говорю GoPro. Снимай видео. Все, она начинает снимать. Если этого не будет, тут у нас получается... GoPro, стоп, идем. GoPro, выключись. Если как бы этого не будет, да, то есть тут у нас все в чехле. Я сейчас дальше покажу аксессуары, да, то есть имеется в виду в защите. Где-то висит. Нажимать эти кнопки, ну, совсем как бы в этот момент уже неудобно. То есть очень большой плюс это голосовое управление, друзья. Вот именно для меня, как для блогера, да, то есть голосовое управление, это, ну, просто супер. Ну все, друзья, сейчас переходим непосредственно на GoPro. Так, друзья, ну и давайте сейчас как бы о полезных аксессуарах, которые использую и купил, да, для GoPro. Так, ну давайте первое. Ребята, вот такой бокс Телесин, вот и коробочка от него. Куплен на Алиэкспресс. Ссылочку оставлю. То есть, что у нас здесь открывается. Здесь аккумуляторы. Здесь хранение, да, флешек. То есть две здесь и одна здесь в слоте хранится. То есть флешки у меня, флешки, карты памяти у меня получаются четыре. Самсунговские. Три самсунговские. Одна на 258 и две на 128. И одна сандиск. Ну, по разницу, по картам, по SDK там никаких не увидел, как бы. Ну, то есть все нормально. Работают, ну, отлично. Так, ребят, что касательно этого бокса. Сразу скажу, вещь обалденная и не задумываясь бы вам его рекомендовала, если бы не одно дно. То есть прошел один год, это уже новый бокс и коробочка уже от него. А вот как бы старый. То есть точно такой же, да. Не знаю, что там с ним случилось. Попал, в общем, в дождь, кстати, как раз вот эта вот рыбалочка. Был он у меня спрятан. По идее, сам он тут особо не вода, ну, то есть относительно защищенный. То есть вода вроде как никуда не попала. Но придя в машину, решив зарядить как бы аккумуляторы, то есть зарядить не получилось. То есть все, то есть он накрылся. По ремонту пока не нашел даже, кому его отдать. Ну, в общем, не суть. Заказал новый, потому что без него как бы труба. Сразу, что касается, зачем как бы этот бокс. Бокс сразу скажу. То есть у меня есть, получается, три аккумулятора GoPro-вских оригинальных. То есть один сейчас в камере стоят, два здесь. Да. И вот с новым вот этим боксом я взял два еще аккумулятора тоже телесиновских. Есть для них. Они сразу приходят с такими вот кейсиками. Все, вот там он у меня лежит. Все, испытал. Никаких проблем как бы с ним нету. Абсолютно никаких. Сейчас GoPro именно семерка, она не перепрошивается. То есть вот эта штука работает на ура. То есть, в общем, вещь обалденная. Как бы, ребят. Ну, имейте в виду, что вот прошел год, как бы, она накрылась. Да. Так, как я заряжаю? То есть для этого у меня еще есть такой пауэрбанк. Пауэрбанк Xiaomi. 20 тысяч, да. Ну, еще там прошлого поколения. То есть сам заряжается вообще очень быстро. Вот этот пауэрбанк. Такой чехолчик специальный. Так, он беленький. У меня в карманчик убирается. То есть, я беру провод. Можно брать, как вот оригинальный GoPro, да. Можно брать какие-то другие, там вот подлиннее у меня купленные. То есть 3.0. То есть этот оригинальный 3.0, да, USB Type-C 3.0. Этот есть у меня вот и потоньше. То есть мы берем, подключаем к нашему пауэрбанку. Подключаем сюда в разъемчик. Все. То есть видно, да. Вот сейчас у меня все аккумуляторы заряжены. Иначе бы горело, горело бы, иначе горело бы красным. Ну и все. И видно здесь, что зарядка идет. То есть все. Что я делаю? У меня один аккумулятор в GoPro, да. То есть когда он садится, я меняю на один из этих. Потом садится, например, второй. Второй я меняю второй. Все, подсоединяю его к банке, убираю. Спокойненько, да. Все. И он у меня где-то вот в этой сумке, допустим, там в рюкзаке заряжается. Вообще никаких проблем нет. Пауэрбанк работает без вопросов. Единственное, конечно, я его, то есть летом, понятно, он у меня на открытом воздухе. Зимой у меня всегда запазуха, ребят. То есть и сразу перейдем к одному из основных моментов. То есть, допустим, сколько аккумуляторов надо, чтобы снимать зимой, ребят. Вообще я, естественно, читал. То есть вообще зарядка как бы камеры непосредственно, да, так от пауэрбанка, да. То есть это, ну, не очень хорошо. То есть особенно, ну, когда снимаешь. Ну, вариантов нет. То есть если мы снимаем зимой, никаких аккумуляторов не хватит. То есть этого аккумулятора хватает, дай бог, минут на 10, если там температура больше 10 градусов. Дай бог. Я единственный момент, я снимаю, ребят, только в 4К. То есть при максимальной там стабилизации, в максимальных настройках только в 4К. С учетом этого камера корпус греется еще, да. То есть он, по идее, аккумулятор сам согревает. Ну, в любом случае это не спасает. То есть в теории, я не знаю, чтобы вот, допустим, снимать зимой сколько аккумуляторов надо, ну, чтобы снять, допустим, там, 3 часа, 5 часов видео. Ну, я думаю, десятка не хватит. То есть имейте в виду, аккумуляторы для GoPro, ну, это зимой это бесполезная вещь. То есть мне бы лучше, понимаете, была бы, имеется в виду, то есть вот банка есть, банки этой хватит за глаза. То есть я ее беру, подсоединяю к GoPro и все. Когда надо там мне поснимать, я, ну, снимаю. Когда не надо, она у меня просто заряжает, все. Летом вот эта штука как бы нужна. Почему? Летом мне хватает. То есть я имею в виду, походил, полчаса там точно можно поснимать, ну, даже, может, побольше летом. Вопросов нету. Все, аккумулятор достал, сюда убрал, новый вставил. Не вопрос. Зимой достать аккумулятор на каком-нибудь бешеном ветру, я вот лишний раз разбирать камеру вообще не советую. То есть единственный вариант – это пауэрбанк, который убран у вас в тепло, да, идет провод и камера заряжается. Сразу давайте по зиме коснемся зимы. Что у меня приключилось? Вот это родной кабель GoPro. Ну, то есть сейчас сразу скажу, с ним возникла проблема, то есть при морозах, ну, то есть понятно, у меня была достаточно интенсивная зима, достаточно очень много рыбалок, бывало и по три раза ездил на неделю, и были морозы. Понятно, что кабель постоянно перегибается, и у меня начались проблемы именно с зарядкой камеры. То есть писал ошибку. То есть когда камеру просто я заряжал, я уже рассказывал, кто-то меня давно на моем канале, да, уже знает. Когда камеру я заряжал и снимал в этот момент, то происходила ошибка. То есть камера это останавливала видео и писала ошибку типа исправления файла. То есть с файлом ничего не происходило, но, естественно, в этот момент я уже не мог снимать. То есть там определенное время она его исправляла, потом файл исправлялся, файл оставался, все нормально как бы. Но и это было именно связано с зарядкой. Я вначале не понял, как бы в чем дело. То есть вроде кабель рабочий. И потом, как-то придя домой, когда мне нужно было видео, получается, перезагрузить на компьютер, мой компьютер, то есть я все включил, как обычно, то есть на компьютер я файл, естественно, загружаю с GoPro, никакими там блоками я не пользуюсь, потому что у меня есть и на компьютере USB 3.0, версия 3.0. Естественно, и камера, да, работает в версии 3.0. И это, блин, ну очень быстро, потому что еще раз я вам сказал, да, про память. У меня в GoPro стоит 258 гигабайт. Это всего так-то на 8 часов, там, 26 минут, да, в качестве 4К, 50 кадров в секунду. И здесь у меня 3 по 128. Ну, понимаете, да, какие объемы? О каких объемах мы вообще говорим? Так, и вот, когда я пришел и начал сливать вот это видео на компьютер, видео стало, ну, загружаться, а потом компьютер написал все, типа, я не вижу там GoPro, ну, что-то типа в этом роде. Я опять, бац, он пошел и опять. Кабель у меня на тот момент был один, то есть были вот эти кабеля, другие, да, да, вот от телесина. Я вставил этот, и все пошло. Тогда я понял, что кабель был неисправлен. То есть у меня было подозрение, то тут видно такие перегибчики, то, что какой-то один из кабельков был поврежден, и как раз GoPro видно в какой-то момент, когда ее чуть подкорачивало, именно при зарядке от пауэрбанка, да, то есть из-за этого был сбой на камере. Еще вам раз скажу, то есть, естественно, мы сняли с вами видео, да, на GoPro, берем нормальный кабель, потом вот я уже купил, ребята, вот такие кабеля. То есть они не слишком, это, и дорогие. Так, ребят, вот остался у меня пакет, то есть два у меня таких кабеля куплены, ну, естественно, не оригинальные. Оригинальных на тот момент просто в магазине GoPro не было, и когда они появятся, было неизвестно. То есть вот такой, ребят, кабель. Все, в принципе, я думаю, тут видно. 1,8 метра, да, USB 3.0 в версии. Потому что вам сразу скажу, то есть USB 2.0, вот такие проводки, можно заряжать, но загружать видео на компьютер не получится. То есть просто компьютер не видит его. Я не знаю, может, какие-то там версии, может, и поддерживаются, но в любом случае у меня это не получается. Поэтому я такие вот другие кабельки тоже у меня есть подешевле, да, я их использую. Но скажу сразу, этот тоже недорогой. Я их использую, вот, бывает, как раз для зарядки, зарядки вот самого там вот этого боксика, потому что оригинальный у Телесина, да, бокс, для бокса кабелек коротенький, и он мне как бы совсем не нравится. Так, все, с кабелями разобрались, ребят. Кабеля отличные, вот эти, можно там покупать. Все, кабеля убрали. По боксу еще раз скажу. Бокс вещь, за исключением того, что он сомнался через год. Их аккумуляторы работают, по длительности не скажу, потому что у меня свои аккумуляторы уже достаточно поэксплуатировались, и как бы в разнице я пока особо не заметил, да. То есть такие вот аккумуляторки у них прикольные. Ну, для восьмерки походят, семерки, там, шестерки, пятерки. С девятки, да, уже идут другие аккумуляторы. Все, бокс отличный, ребят. Только что сломался. Может, второй посмотрим, может, второй получше. Что дальше? Ну, вот, купил вот таких заглушечек. В основном, сейчас скажу, все в основном приобреталось на Алиэкспресс. Так, таких вот заглушек, пару штук, то есть одеваю на объективчиках, да. И вот такую вот сумочку, тоже совсем недорогая. Посмотрите, то есть их там полно, тоже на Алиэкспресс. Закрывается, жесткая, вообще нормальная. То есть надел на заглушку, все, камеру сюда, когда переношу, перевожу, все, убрал. Все, отличная, отличная такая штучка нужно иметь. Потом купил, видели, наверное, на Алиэкспресс, кто там интересовался, не интересовался, различные наборы такие были. То есть там много всего. всякие там такие вот безделушки. Ну вот это от оригинального GoPro. То есть вот такие вот вещи, да. Разные для крепления. Потому что сами знаете, на GoPro там кто интересовался, не интересовался. Много всего, но стоит это там достаточно больших денег. Так, ребят, дальше. Что дальше? Что дальше? Потом, то есть вот у меня есть такой старенький, то есть это поролон, да. Он уже такой у меня, видите, пошарпанный. Ну, купил вот они там стоят тоже недорого, тоже на Алиэкспресс. Какие-то там обозначения есть. Ну, посмотрим там, если будет у меня там старый заказ, я вам все ссылки, в принципе, оставлю. Вот такой вот поролончик. Отлично он одевается. То есть, естественно, мы одеваем его не на GoPro, а на различные там, да, боксы. Ну, на что как бы, куда у нас GoPro как бы заходит, да. Сейчас у меня на самой GoPro оригинальный бокс еще брал вот такие. То есть вот такие вот еще, ребят, боксики. Сразу скажу, то есть вещь неплохая, но качество пластика местами страдает. То есть вот видите, что произошло? То есть вот у этого, допустим, оторвалось просто на морозе. На морозе, сами знаете, пластик становится хрупким. То есть GoPro пластик держит. Некоторые как бы вещи из Китая пластик держат, некоторые не держат. То есть вот эта штука оторвалась. Но стоят они в любом случае копейки, реальные копейки. То есть лучше купить там, блин, за 200, там за 150, за 300 рублей такой боксик, наверное, да. Но, естественно, GoPro у вас будет в комплекте. А хотите покупать оригинал? На оригинале пластик однозначно лучше. Все. То есть вот такую штучку мы одеваем. Что она нам дает? Она нам дает один из самых важных моментов. Это то, что у нас идет нормальный звук. То есть когда дует ветер, он задувает в микрофоны, да. Выносного микрофона у меня никакого пока нету. Ну, звук пишет она отлично. То есть вопросов к звуку с камерой GoPro у меня никаких нет. То есть если я там не устанавливаю ее за километр от себя, то есть как бы пишу с груди или там в сторонке, все вообще вопросов нету. Все слышно отлично. И вот эта штука нас спасает от ветра. То есть она закрывает микрофон и все. И звук у нас идет чистый. То есть вот посмотрите, приложу на видео, то есть там ветер дует, как бы вопросов нету. То есть такого именно каких-то задувания нету. Все, достал Нельму. Поставил туда семидесятку. Чтобы уж не на сотку ловить. Так они поймут, что в лунке творится. То ли снег на блесне. Буду все-таки испытывать новую удочку. Обрыбливать ведь. Сразу момент отмечу. Я вам не буду рассказывать про функции Глупрова. Такие именно, которые нужны и которые я использую. Про остальное можно посмотреть. Я думаю, ребята, там уже обзоры давно делали и в принципе инструкцию почитать. Сразу скажу, что у меня не стоит шумопровод. Шумоподавление. Иначе начинает плавать звук. Он не нужен. То есть вот эту функцию просто не ставьте. Шумоподавление не нужно. Шумоподавление у нас нужно вот такими вещами убирать. Иначе звук, какой-то шум начинается. Вот ветер, допустим, она сразу снижает и звук начинает плавать. Я бы сразу понял, что это туфта. Как бы использовать ее ни к чему. То есть вот это нужно убрать. А так все. Такой вот поролончик. Все надели. Куда-то там, ну, имеется в виду, на наш с вами переходничок куда-то там, да, надели. И как бы все в порядке. Так, дальше, ребят. Купил сразу, еще до появления у меня GoPro, купил вот такой вот. Имеется крепление на грудь. Ну, наверное, видели, как я там снимаю. то есть все. Все, его одеваешь. Отлично он как бы сидит. Все. И сюда мы там одеваем какой-нибудь наш там любой там бокс, да. Все. 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 Вот такие вот дела. Так, ребят, ну да, вот эту штуку лучше взять, потому что, как бы здесь свободный, более свободный ход будет. То есть вот при таком вот плоском креплении, в отличие от этого, то есть здесь побольше у камеры свобода. То есть и так она чуть-чуть подальше уже как бы от тела будет. То есть в любом случае лучше вот всегда закажите вот такую вот вещь, да. Одна, видите, тоже уже отломалась, но она как бы рабочая тоже. То есть мороз плохой пластик как бы не жалеет. Поэтому берем с запасом все. То есть получается все. Разобрали крепление на грудь, отличное. Можно, наверное, оригинальное взять, посмотрите. Все. С боксиками разобрались. Про бокс подводный сказал. То есть, естественно, чем еще, какой плюс у GoPro. GoPro водонепроницаемая. И просто в своем боксе, ну, имеется в виду так, так как она есть, она снимает на 10-метровой глубине, то есть дает дугоранчо производитель. Я подводные съемки маленько поснимал, тоже видео вам приложу, посмотрите, то есть все, там вопросов нету. Ну, единственное, я думаю, на глубине, для глубины я купил уже подводную камеру, имеется тут для зимы, то есть все-таки GoPro я использую как бы так, можно ее там под воду опустить, но это чуть-чуть для другого плана, то есть все-таки я снимаю. Мне водозащищенность нужна для дождя, то есть постоянно идет дождь, да, вы посмотрите, вот он идет, все, камера не мокнет, ничего, никаких вопросов нет. Все, а так можно приобрести тоже боксик, этот дешевый, все, не течет, вопросов нету. Такое вот тоже либо отдельно, либо в наборчике, ну, плавает, то есть нормально, проверял, плавает тоже, без вопросов, вещь нормальная. Так, что еще? Ну, во-первых, вот смотрите, взял вот такой побольше, побольше вот такой кейс, то есть достаточно твердый, тоже плавает, из лодки, если выронили, всегда вы его найдете. И там я как раз, то есть GoPro у меня на груди, либо потом, да, я его убираю в этот боксик, да, в этот боксик, и тоже убираю туда. И там же у меня могут заряжаться, то есть аккумуляторы в этом нашем боксе, да. То есть я положил сюда powerbank, да, все вот эти мелкоштучки у меня вот они здесь. Единственное, как бы бокс вот этот не беру, потому что сюда уже будет как бы перебор, да. То есть все, все прекрасно помещается, камера, и еще штатив. Сейчас камера стоит на штативе, я вам сейчас, чуть попозже покажу его, ну, как бы отдельно. В общем, в общем, ребят, все, по аксессуарам все. Алиэкспресс, как бы здесь нам большой помощник, потому что все очень дешево, и есть, в принципе, очень достаточно хорошие вещи. В общем, вот эта вещь хорошая, вот эта вещь хорошая, и еще вот одну вещь покажу, но это вот из тех же серии, из тех же серий. Так, ну что, давайте еще про GoPro. Значит, по зиме сказал, да, то есть нереально зарядить, нереально менять аккумуляторы, сколько бы их там, даже если ты их больше внутри заряжать, менять на зимнюю погоду, открывать GoPro. я как-то пару раз это сделал, и когда я вставил аккумулятор, закрыл GoPro, ее включил, мне сразу GoPro написало слишком холодный аккумулятор, хотя он был достан из тепла, потому что все, сама камера остыла на таком ветру, то есть открывать камеру на таком морозе, как бы, ну, я не советую, просто не советую. Поэтому берем Powerbank, который у нас внутри, в тепле, да, провод, хороший провод, ну, для зарядки там, в принципе, без разницы, но лучше брать хороший, говорю, потому что по обычным кабелям какие-то проблемы есть. Все. Что еще по зиме? По зиме. Когда, если мороз очень сильный, то есть, начиная там от 20 градусов, то есть, я все-таки стараюсь, смотрю, как по рыбе, если рыба, естественно, клюет, я держу камеру, то есть, естественно, на груди. Если понимаю, какой-то переезд или прочее, я ее все-таки убираю, то есть, убираю в этот бокс, она у меня греется, потом приезжаю и одеваю ее снова, потому что, ну, все-таки, все-таки за 20 морозов это за 20 морозов. Если поменьше, да, я прям на буксировщике езжу, вопросов как бы нет. То есть, друзья, все, если у нас как бы, ну, погода нормальная, вот это уже на рыбинку первый раз приехал весной, да, то здесь, что, вопросов нету. Ну, сейчас мороз какой-то был с утра, он там в пределах 10 градусов, то есть, вопросов нет. Камера на груди, все, едем, спокойно снимаем, все, потом день был теплый, вопросов как бы нет. Вот они просторы. ехать еще 5 километров. Давайте, что еще по зиме, то есть, смотрим, должен быть качественный пластик, если он как бы такой не особо качественный, то должно всегда быть с запасом, то есть, у вас что-то может как бы полететь, и как бы боксик какой-то там посломаться и прочее. То есть, вот оригинальный бокс GoPro, там стоит, вопросов с ним нет. Единственное, он очень жестко закрывается, имейте в виду. Ну, это как бы хорошо, то есть, нормально. А так, в принципе, все. То есть, зимой, ну, снимает она, всегда снимает отлично. Семерка, единственный момент, она, когда вот ограниченная освещенность, то есть, ближе к вечеру, уже вот тогда начинают какие-то проблемы с изображением, с качеством изображения, качеством съемки возникает. А так, так вопросов никаких как бы к ней вообще нет. Все. То есть, весь сезон 2020-2021 камера работала по полной программе, ничего с ней не случилось, единственное, оригинальный провод вышел, да, из строя. Сколько-то тут пластика чуть накололось, но не оригинального. И все. Вопросов как бы нет. Так, ребят, зиму разобрали. Так, пошли проверим. Так, рассказал, да, что камера нормально, то есть, что камера у нас водозащищенная, отлично снимает под водой, то есть, дождь, дождь, вода, без разницы. Единственное, когда, то есть, есть один момент при эксплуатации ее, допустим, под водой. то есть, если мы заменили аккумулятор, либо, ну, что-то открывали на корпусе камеры, то производитель рекомендует, то есть, 10 минут подождать, прежде чем опускать камеру в воду. Это очень важно, потому что, ну, прокладочки встают на место, и все, и у нас тогда получается водонепроницаемость. Все-таки вода, сами знаете, что такое, давление, да, то есть, если, как бы, планируете эксплуатировать ее под водой, то есть, поменяли аккумулятор, 10 минут подождали, все, ныряем там спокойно. Если, ну, естественно, бокс, то уже, как бы, эксплуатируем этот бокс по инструкции производителя, выпускающий этот бокс. То есть, тут, как бы, я думаю, все зажимается достаточно, может, уже что-то встает. В общем, проблем я с ним никаких не испытал, плюс у меня камера самозащищенная. Так, ну, что касается лета, да, летом, естественно, освещенность у нас вообще как бы хорошая, то есть, зимой там как бы и день покороче, да, то, естественно, летом, ну, вообще, видите, какая красота. Вопросов никаких нет. То есть, летом режим у меня, как уже рассказывал, в основном, вот такой. Если, как бы, уже это, в принципе, лето не меньше 10 градусов, да, то есть, пауэрбанк, я ее не подсоединяю. То есть, именно меняю аккумуляторы, то есть, сел аккумулятор, из камеры достал, сюда вставил, все, подсоединил к пауэрбанку, да, у меня все заряжается, все убрал, да, опять аккумулятор сел, все достал, поменял, вот единственное, запоминайте, либо смотрите по индикаторам, либо запоминайте, по какой стороне идете, то есть, имеется, вот этот достали, потом средний, ну, то есть, по порядку, то есть, ну, либо там увидите, естественно, что у вас один не дозарядился. То есть, все, вопросов нету. Трех аккумуляторов мне вполне хватало, сейчас еще взял два, то есть, у меня теперь их получается пять, как бы, работает, говорю, не оригинально, вопросов нету. То есть, единственный момент, то есть, в этом году была жара, то есть, жара больше 30 градусов, и вот, начались тоже проблемы с перегревом, то есть, естественно, опять, если, я еще раз напоминаю, я снимаю только в 4К, то есть, максимально, при максимальных разрешений, да, то есть, которая способна дать GoPro 7 Black, да, это 4К, 50 кадров в секунду, при шоуроке, в угле обзора, да, это вот такое качество, не знаю, конечно, вот, по телевизору-то смотрю, но качество просто обалденное, причем, это качество YouTube, то есть, если смотреть через компьютер, битрейт здесь порядка, блин, 140 тысяч, а на YouTube уже, ну, килобит в секунду, я имею в виду, а на YouTube уже поменьше, уже где-то там 80 тысяч, ну, качество очень отлично, единственное, ребят, качество, это естественно, зачем 4К, если смотреть его там, через, ну, в какие-то Full HD телевизоры, мониторы и прочее, даже вот, у меня есть монитор 4К, он не показывает, как телевизор 4К, то есть, вот именно, хорошая, вот эта OLED, да, именно хороший телевизор, дает вот это качество, которое мы снимаем, благодаря вот этой маленькой камере, GoPro, да, просто, вот ты сидишь, сел какой-то денек, там, хочешь, зимнюю рыбалочку включил свою, хочешь, летнюю, хочешь, каналы какие-то там посмотрел, да, интересные, все, если это будет 4К, просто это, ты как будто там, то есть, посмотрите, ну, какую качество, я говорю, единственное, все-таки, камера, вот, с телевизора снимает не очень хорошо, снимает она не очень хорошо, здесь, как бы, идет какая-то, ну, имеется в виду, чуть пленка, то есть, качество, конечно, на этом телевизоре, на LG OLED, то есть, вообще, просто, обалденное качество, в общем, все, что получилось у нас, по итогу, по лету, по лету, камера начинает, перегреваться, где-то 27 градусов, то есть, при вот этом качестве 4К, если вы снимаете будете в Full HD, я думаю, она уже так греться не будет, поэтому, там, моя рекомендация, я ее там притенял, на солнце ее точно держать не надо, если она на солнце стоит, может, зонтик какой-то, я там ветку ставил, и все, и тогда она, в принципе, идет уже так нормально, но может и в этот момент перегреться, тогда она, тальпикает, останавливается, я сразу, кстати, не понял, но у меня были подозрения, думаю, что она там, что ими с камеры отключается, что я подходил, уже не видел этой ошибки, а когда, как бы, наблюдал непосредственно перед ней, то она, естественно, писала, перегрев камеры, перегрев камеры, что-то, типа, в этом духе, все, типа, требуется, требуется растужение, но в такую жару все грелось, и телефоны там, и прочее, то есть, по лету, единственная проблема, это перегрев, при вот максимальном качестве, потому что бокс закрытый, да, поэтому ее нужно притенять, если, как бы, температура, вот у нас с предела 25 градусов, то есть, вообще вопросов никаких нет, все, качество отличное, снимает отлично, ну, как бы все, так, ребят, ну да, про флешки сказал, то есть, про флешки сказал, то есть, в совокупе у меня 642 гигабайта с собой, то есть, говорю, на зимней рыбалке, я, наверное, один раз только, камеру, то есть, в 4К, при вот моем максимальном разрешении, что выдает, да, GoPro, я, мне хватает на 8 часов, там, 20 с чем-то минут, один раз я только, ну, менял флешку, вот если двухдневная рыбалка, когда я ездил на рыбинку, там да, там я использовал, естественно, другие флешки, то есть, там как бы уже не хватает, а так, в принципе, 258 взяли, и как бы, вопросов нет. Так, ну, еще бы, ребят, что там касательно, ну, полезной функции для меня, то есть, когда мы ловим, получается, ну, понятно, когда у нас на груди, мы все, камеру управляем голосовым управлением, если мы хотим, как бы, посмотреть, как мы там смотримся издалека, то, естественно, есть, ну, приложение, да, GoPro на телефоне, да, то есть, мы отключаем приложение, и смотрим на телефоне, то есть, ракурс именно управляем, можем управлять, ну, телефоном свободно, нашей, там, GoPro, то есть, ребят, да, если хотим, ну, вот, как сейчас здесь мы на дальнем расстоянии, да, то есть, у меня камера стоит, то есть, у меня телефон в кармане, то есть, и непосредственно сейчас я управляю, то есть, смотрю, да, на камеру, как она там снимает, и какой там ракурс, нормальный, ненормальный, Ну, хотя угол обзора, да, такой еще, естественно, большой плюс камеры GoPro, это обалденный угол обзора. То есть, угол обзора, я всегда использую, естественно, широкий, то есть, угол обзора, блин, это класс. Ну, это вот видно, то есть, смотрите, какое. То есть, когда я снимал, допустим, на iPhone, вешал его, кстати, первые разы еще тренировался до камеры, как раз до того, как я заказал, я вешал на грудь, то, естественно, снимал очень маленькое расстояние, то есть, естественно, такого обзора, блин, не увидишь. То есть, угол обзора, это, как бы, очень большой плюс у камеры, да, то есть, и все. Если надо, управляем через телефон, все, вопросов нет, все работает, все работает, все обновляется, вообще, ну, класс. Ну, все, ребят, что, по ксюзарам, наверное, все. Единственное, сейчас покажу, как бы, штативчик, на котором вот все у нас сейчас стоит. То есть, на штатив, вот как раз здесь вот у меня сейчас она стоит, на штативе. Когда-то, ну, сейчас вам покажу, он тоже такой, там, прикольный, ссылочку на него дам. К нему вообще вопросов никаких, как бы, нету, вещь, но классная. И как бы по аксессуарам закончим. Какие, в общем, какие, ну, получаются плюсы? Ну, одни, в принципе, плюсы. Единственное, говорю, что летом перегревается, да, зимой, ну, не хватает, естественно, аккумуляторов, приходится использовать пауэрбанки, да. А так, вообще, вопросов нету. Естественно, как бы, может, я чем-то и думаю, но о следующем. Ну, 8К уже я, как бы, не планирую. То есть, в любом случае, ну, наша страна шагает не так быстро, как бы. 8К, 4К еще мало кто смотрит. Смотрит, в основном, через телефоны, планшеты, где такого качества нету. То есть, ребят, ну, вот за этот год эксплуатации именно уже готового материала у меня сейчас, то есть, который вот я именно храню, то есть, уже именно отредактированные фильмы, отредактированные фильмы я храню на компьютере, и это порядка 6 терабайт. Сейчас покупаю еще дополнительную память, но на компьютере у меня больше. На компьютере у меня, как бы, больше там объем памяти, но еще специально, то есть, место у меня вот это уже кончается, хочу еще, ну, как бы, память купить. Потому что, имейте в виду, если снимаете для себя, и 4К, это большие объемы. Благодаря YouTube мы можем, как бы, да, хранить что-то и в YouTube. Но мне, как блогеру, и как бы, и все равно свои же эти фильмы, неизвестно в любой момент, что там может произойти и пойти не так. То есть, естественно, те фильмы, которые я снял, и мне они непосредственно нужны, или даже исходники, то есть, не обязательно там уже готовые фильмы, исходники, я, естественно, их храню. А это, как бы, большой объем. И опять, имейте в виду, то есть, обработка в видео, кто еще, как бы, только начинает, то есть, имейте в виду, 4К, это требует от компьютера совсем, ну, большой, большой производительности. То есть, программы для обработки 4К, это уже очень серьезный у вас должен быть компьютер. То есть, имейте в виду. То есть, это, что у нас, ну, как бы, какие вот, ну, это не минусы, это, как бы, что есть по факту при съемке 4К. Это большие, имеется в виду, то есть, нужны большие объемы, то есть, большие флешки по объему, да, то есть, мощный компьютер, большой объем памяти на самом компьютере, потому что, ну, порядка, вот эти обычные фильмы у меня минимум 60, там, 50 гигабайт, да, а то и по сотке есть. То есть, ну, сами представьте, там, 60 гигабайт, 100 гигабайт, ну, это, как бы, ну, серьезный объем. То есть, имейте в виду, как бы, так просто не получится, ну, как бы, GoPro, GoPro, а, как бы, все, что вокруг нее, это, это, как бы, тоже, ну, должно стоить денег. В общем, ребят, ну, как бы, ни о чем не жалею, менять пока ее ни на что не буду. Если и буду покупать, там, естественно, дополнительную камеру, то вот посмотрел, как раз, обзор на десятку, но десятку брать не буду. Может быть, что-то там, ребята, недорассказали, может, после прошивки она, как раз, и будет управляться голосом, то есть, именно включение, то есть, голосом она управляется, десятая, да, GoPro, но не включается. Для меня это, как бы, плохо. И, опять же, я посмотрел, что-то по качеству, я не особо увидел разницу с девяткой, то есть, вот, допустим, девятку я, возможно, сейчас бы взял. Восьмерку я тогда смотрел, но смысла, как бы, в ней нет. А так, в принципе, мне, как блогеру, скорее всего, дополнительная камера понадобится, да, и дальше уже буду смотреть, что там взять. То есть, десятка пока для меня, как бы, точно нет, а там дальше буду смотреть. Скорее бы, вся, возможно, взял бы девятку. И, опять, я сейчас не особо любитель брать самое свежее, то есть, когда уже вышла камера, там, нормальные прошивки, то есть, все уже, как бы, обновляется хорошо. Моя камера, когда я ее брал, была достаточно, как бы, ну, относительно свежая, и были там какие-то там нюансы, но уже не столь важные. А у людей-то были, то там одно не работает, то второе. То есть, как бы, имейте в виду, новую камеру берем, еще не все есть прошивки, как бы, работает еще не все так корректно. Это как везде, да? Поэтому, как бы, ну, торопиться смысла нет. Вещи, есть камеры, да, и до семерки, в принципе, достаточно неплохие. То есть, имейте в виду. Ну, а так все, ребят. Сейчас покажу вам хороший штативчик. Так, друзья, ну вот, все. И последняя вещь, которую я хотела вам показать. Ну, то есть, естественно, эта штука не отсюда. То есть, как раз вот крепится наша камера здесь, да? То есть, вот такой вот штатив, ребят. Отлично он входит вот в эту нашу сумочку. То есть, можно, смотрите, использовать его как вот такой короткий. То есть, взяли, если нам не надо никакую высоту. То есть, можем и ходить, да, вот так уже удобно. Можем, то есть, он разводится. Здесь подтягивается, если надо лапки пожестче сделать. То есть, все, так стоит отлично, да? То есть, устойчивость уже вообще капитальная. То есть, на камень какой-то на повыше поставить вопросов нет, да? Все. Эту тоже штуку можно так отдельно использовать, да? То есть, уже без этих лапок хотите. То есть, все. И как бы не особо он высокий вот такой высоты, да? То есть, получается еще плюс ножки. То есть, вот такой, да, он получается. Ну, достаточно высокий. То есть, как поставить. Единственное, сразу скажу, что вот на кривых поверхностях он так себе стоит. То есть, когда камера уже все-таки тяжеловата, то тут у него люфтики есть. То есть, я, как обычно, его чем-нибудь так вот так поприжму. Если он на каком-то там склоне вот так стоит, либо что-то неровно. На ровной поверхности стоит вообще он без вопросов. Вот такой вот, ребят, штатив. Блин, очень-очень обалденная вещь. Все, никаких вопросов. Он у меня и мог, не ржавеет. Но к нему ничего не магнитится. То есть, он, скорее всего, из какого-то алюминия сделан. Не очень дешевый, но очень обалденная штука. То есть, в общем, вот эта, ребят, штука хорошая. Вот эта штука хорошая. Ну, бокс-бокс, кому надо, не надо. Вот этот отличный. Только что, блин, год эксплуатации. Ну, и вот такие вот кейсы. Кейс мне очень понравился. То есть, все туда прекрасно помещается. Так, вот купание Джесси. Язи-то стерял. Нет, лапу помыл, хмошь-то. Джесси, плыви сюда. Плыви сюда. Давай, давай. Давай, давай. Продолжение следует... Продолжение следует...